Друзья, всем доброе утро! И мы сегодня встречаем щенка. И это щенок, я уже знаю какой породы, китайская хохватая собака. В этот раз я у Яны выпутал, какая порода. Так что сегодня без сюрпризов. И сейчас мы увидим эту девочку или мальчик. Мальчик у нас уже есть китайской хохватой, поэтому, скорее всего, это уже будут девочки. Может, кобель точно, Ян же говорил, что один будет. Очень интересно. Увидите вас? Доброе утро! Доброе и доброе! Мы вас провожаем и встречаем в Крыму. Так, что тут у нас есть? Есть пакетик? Так, хорошо. Привет, морда! Вот такая морда. Все, беру. Давай, иди сюда. Ой, господи, ты тоже шоколадная. Вот такая, друзья, мордочка. Тоже шоколадная, да? Привет, ты меня лижешь. Сейчас вправо отдадим с достатку и посмотрим поближе. Так, ну что, друзья, никаких сюрпризов нет. Это китайская хохватая собака, как и ожидалось. Девочка шоколадная с белым. Да? Невеста, видимо, для Левки нашего. Так что собирается банда китайских хохваток. Такая красота. Вот такая милота. Все, едем показывать Яне, смотрим на реакцию Яны. Ну, Яна, какая реакция, может быть, у Яны? Яна будет, как всегда, очарована. И она знает, что покупала. Она взяла ее у заводчика, с которым она общается. Мне нравится, красивая девочка. Все, едем к Яне. Где? Такая милота. Переносочка есть. Кстати, очень удобно нашу пеленку использовать, как дно в переносочке. Залезай. Эй, нет, закрывай. Друзья, всем привет. Я только что ездил в город и забрал в транспортной компании кое-какие доставки. Давайте я вам покажу сейчас. Тебе тоже интересно, что там? А-а-а! А я забрал, короче говоря, 5 пакетов с корма. Это большие 20-килограммовые пакеты. И 4 коробки с мебелью. Здесь детская кроватка лежит. Все это нам доставила транспортная компания ПЭК. Вы, наверное, помните, как где-то 2 года назад у нас была доставка мойки для собак. Такая громадная конструкция, 150 килограмм. И тогда мы впервые воспользовались транспортной компанией ПЭК для доставки этой мойки. И тогда все прошло просто замечательно. Мы были очень довольны. И вот с тех пор стали постоянными клиентами компании ПЭК. И вот теперь нам сухие корма из Москвы доставляют. Все время транспортной компании ПЭК. И вот сейчас нам из Челябинска пришла детская кроватка для нашего сына Димы. Очень нравится, что в транспортной компании ПЭК можно получить груз просто по СМС. Это очень удобно. Не надо брать с собой паспорт, там все документы. Также очень нравится, что можно легко поменять грузополучателя. Бывает, что я не могу поехать, едет Аня или Яна, и они получают. Не нужны никакие доверенности. Все очень просто. Также очень нравится, что в ПЭК всегда помогут разгрузить, погрузить. Очень удобно. Ну и в целом всегда вот такая доброжелательная атмосфера в офисах стоит. Приятно туда приезжать. Ну и, конечно, раз мы говорим о доставке, то очень важно, что есть отслеживание груза. То есть всегда можно посмотреть, где находится груз, когда он прибудет. А главное, что всегда указана точная расчетная дата доставки, и груз всегда приходит вовремя. Даже были случаи, когда на несколько дней раньше, хотя мы живем в очень далеком регионе, и мне кажется, что не самая простая доставка сюда. Но у ПЭК всегда все четко, всегда все вовремя. Да, можно рассчитывать, что груз придет раньше. Вот и в этот раз, кстати, грузы пришли на сутки раньше, чем ожидалось. Очень приятно. Друзья, ПЭК есть во всех крупных городах. У них более 300 складов по России и за рубежом. Грузы доставляются автомобильной и авиаперевозкой. Доставка есть не только по России, но и за границу. Короче говоря, полный спектр услуг начинает переезда внутри города или переезда между городами и регионами, и заканчивая доставкой грузов на другие континенты. Вот и в этот раз все наши грузы, благодаря транспортной компании ПЭК, пришли в целостности и сохранности. Посмотрите, пакеты с кормом целые, чистенькие, хотя пакеты с кормом требуют очень деликатной доставки, поскольку небольшая царапинка, и все высыпется. Коробка с мебелью чистенькая, ровненькая. Все как было упаковано, видимо, в Челябинске, так к нам и пришло. Ну и даже матрас, посмотрите, белоснежный матрас в пленке. Пленка без единой царапинки, все чистенькое, все ровненькое, аккуратненькое. Выдали на складе, помогли погрузить в машину вот так вот, как сейчас есть. Кстати, друзья, и тарифы у ПЭК всегда самые низкие. Есть программа лояльности для постоянных клиентов с бонусами и с кэшбэком, и возможностью оплачивать услуги бонусами. Друзья, отправлять наши с вами грузы с ПЭК надежно, удобно и выгодно. Я очень рекомендую компанию ПЭК как надежного перевозчика наших с вами грузов. Ну а ссылку на ПЭК я оставлю снизу в описании к этому видео. Итак, друзья, я уже дома, и вот я она. Итак, друзья, наш питомник китайских хохватых собак начинает расти. Первым приехал Лёва, вы его уже видели. И сейчас к нам приехала собака. Яна сейчас скажет, какая у нее кличка, если она, Яна проснется. Яна только что проснулась, встала и сейчас увидит свою новую собаку. Какая же она. Чапак, а ты тут? Как кто? Чапак, а ты тут? Собака. Ты спряталась? Ты в домике? Вынимай. Мы на нее уже посмотрели, конечно. Иди сюда. А ты еще нет. Так, давай, рассказывай. Ты такая горячая. Горячая. Вообще. Ты нервничала, да? Ты перенервничала? Чего страшно? Сейчас попался. Так, Яна, какая у нее кличка по документам, как мы ее будем звать? По документам, честно говоря, даже не знаю. А она ее как звала? Она ее звала Рози. Рози? Ну, а что, кстати, Розочка. А мне нравится. Ты другое придумаешь? Мне нравится Рози. Ну, Рози не наша какая-то. Ну, Роза. Не наша. Ну, не знаю, мне кажется, прикольно. Я бы оставил. Тем более, она, может, уже к нему привыкла, если она ее так звала. Уж ты-то, собачник, привыкла. Рози розовая. Ты, кстати, в розовом ее встретила. Так что все, Рози. Мы немножко... Ой, Димасик пришел. Новую собаку рассматривай. Мама. Нельзя так делать. Нет, кыш-кыш. Красивая игрушка? Сразу кыш-кыш ей говорит. Нельзя так, Дима. Все, Дима познакомился. Так, Ян, что видишь в ней? Что в ней преимущества какие? Почему ты ее выбрала? Расскажи, что тебе в ней понравилось. Ты тут очевидно. Смотри, какая красивая. Да. Кисточки красивые, я вижу. Хвостик красивый. Хорошая. Зарост тоже ведь считается, как бы, когда хороший, бывает жиденький. Правильно, да? Ну, все у нее хорошо. У нее богатенькая так. Так, мордочка у нее длинный клювик. Из тех, да? Или нормальный такой должен быть? Все нормально. Все нормально. Просто я все смотрю, что... Ну, если сравнивать с нашим Левой, какая она? Чем отличается? Просто, ну, не профессионал, но расскажи нам. Бош, ну, ничем, вот серьезно. Такая же, как Лева. Китайская хохлата, в таком же типе, все то же самое. То есть, это не как були, где можно прям сразу видеть типаж. Там, здесь все примерно одинаково. Бош, були – это не порода, а породная группа. Я тебе уже стала объяснять. Которая еще, которая состоит из многих типов. Були – это вообще другая тема. Тебе тоже интересно. Сейчас, Димон, подожди, мы с мамой поговорим немножко. Ты пока поиграем. У тебя игрушек целый ящик разбирай. Так, ну, давай рассмотрим. Ну, что я, Рози, Рози, так Рози. Пока. Ну, если подумаешь, что-нибудь лучше говори, конечно. Ух, уши у нее большие, подвязаны пока, да? Ну, в дорогу подвязываются, чтобы не упали. Когда будем отклеивать? Ну, попозже. Попозже. Пока, пока видно, что свеженькое наложили. А ты что? Тебя надо снимать? Яна, какие-то интересные есть? Ну, хотя, расскажи. Просто ты, родители тебе понравились. Как ты выбирала? Ну, расскажи людям, поделись. Я выбираю по типажу. По типажу. У меня все однотипы. В каком возрасте ты ее увидела? Были фотки? Ну, полтора месяца на разу. Покажешь эти фотки? Ну, вот такие фотки, да? Угу. Так, и ты сразу поняла, что ее надо брать, да? Ну, не сразу. Я думала сначала, потому что цена у нее была высокая. Высокая, да? Это из тех, которые задорого? Конечно. Ну, несмотря на то, что у меня даже скидочку сделали. Угу. Вот, но все равно она одна из самых дорогих. Ну, ее как более, что ли, старый щенок? Почти. Ничего себе. Дай глазик вытер с дороги. Глазки, да, запылились глазки. На то вытереть с дороги. Я немножко посидел с ней в машине, пока ждал, пока ты проснешься. Она у меня на руках была. Нежнейшая девочка, спокойнейшая. Прекрасный темперамент. Сейчас скажу китайская хохвата, я сейчас скажу хочешь. Да, вот знаешь, моя ошибка в том, что я пытаюсь их как булок оценивать. А здесь все примерно должно быть одинаково, никаких неожиданностей. Если бы она себя вела не как китайская хохвата, это было бы очень странно, правда? А она просто обычная китайская хохвата, такая, какая должна быть китайская хохвата. Дима, ты знаешь, что надо аккуратно с такими маленькими собачками? Аккуратно. Аккуратно. Гладить. Аккуратно. Вот так гладить. Аккуратно, да. Да, вот так вот надо, да, вот так, ты сейчас показал вот так вот, да, аккуратненько. Аккуратненько. Да, он ничего пока боится. Просто ты такой страшный-страшный для нее, а весьма тебе даже лизнула. Видишь, как? Лили. Лили. Лили? Ну, вот он сказал, Лили. Лили, ну Лили подходит. Все, Димас, ты назвал Лили. Лили. Ну, куда это все ползешь? Все, Димас назвал свою первую собаку. Розе ставлю Лили. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько, Зай, надо, да? Как ты мне это показал? Лили, да? Лили. 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 Пришел, дал имя и можешь идти. Тебе нравится, Лили? Бум. Лили в шоке. Скажи, что это у вас за шумное существо тут такое? Лили нравится, что она приехала. Потому что она ехала очень далеко. Она, кстати, друзья, приехала из-за границы. Ну, из недалекой заграницы, но все-таки из-за границы. Так что она не россиянка, такая красота, и тоже у нее половинка коричневая, можно сказать, вот так вот белую туда загнуть на другую сторону. Можно же сделать прям черную, это да, белую, коричневую, это дача? Она бело-коричневая, бело-шоколадная, да? Шоколадно-белая. Ну, как это определить, шоколадно-белая или бело-шоколадно? Потому что она шоколадно-белая. Это значит, что больше шоколада? Конечно. Наши спонсоры же раньше всех все узнают. Кто-то уже написал, что она волшебная лошадка еще одна. Я использовал это слово. Ты говоришь, у кого-то раньше так питомник называл. Название питомника, так что не надо его использовать. А мы будем его использовать. Слишком оно хорошее, у нас тоже будут свои маленькие волшебные лошадки. Питомник у нас от этого не перестанет называться Кихосому. А вот все они у нас будут маленькие волшебные лошадочки. Потому что они похожи на лошадок. Яна, покажи ее в стоечке или как-нибудь. Ой, пока не надо. Ты знаешь, собака в стрессе. Чего ее мучить-то? Да, хочется посмотреть ее кисточки. Она должна начала прийти в себя, освоиться. Видишь, она прячется. Это значит шумно. Здесь Димон шарики достал, кубики. Видишь, козем не очухаться, потому что козем мучить ее. Просто так совпало, что автобус пришел рано, в 7 утра. И сейчас Яна только проснулась, и Димон все еще. Я думаю, мы с ней еще пообщаемся в течение дня. Сейчас чуть успокоится все. И она к нам привыкнет. Она пустит ее здесь бегать на кухне. Да ладно, она не трусишь. Это китайские хохлаты. Чего ты от нее хочешь? Это собаки с тонкой душевной организацией. Мамочка здесь сразу пристал ко мне. Идем. Чего, танцуешь? Ты танцуешь? Ты танцевалка, да? Она немножко изменит цвет шоколада. Да, у нее меняется? Она будет посветлее. Посветлее. Даже не могу себе представить, как это посветлеет. Молочный шоколад. Как разбавлен такой, как милированием будет. Ну, как булочка у нас. Булочка у нас черная, разбавленная милированием. А у нее на головке будет шоколад разбавлен милированием. Идем. 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 Все. Отдыхай, ты дома. Сейчас пойду на рюкзачок положу. Там поспишь, отдохнешь. Привыкнешь к нашим шумам. У тебя здесь сложилось. Пережимай. Все, китайская хохлата. Все. Признала безопасную зону. И как всегда, как я говорю, китайские хохлаты обладают магнетизмом к человеку. Они очень не любят быть вне человека. И самое лучшее их состояние, это когда они прижаты к человеку. Если они прижаты к человеку, то им намного спокойнее. Они всегда ищут человека, к которому можно прижаться. Поэтому она нашла свое место. Димон ее точно удивил. Я-то нет. Я спокойный. Мы с ней на руках уже были. Но вот этот мальчик маленький, который ходит и сдает звуки, кидает игрушки, он очень подозрительный. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, друзья, нам еще передали пакетик. Сейчас Яна посмотрит, что передал заводчик. Потому что перевозчики сказали, что ее одели в одежку посадили. Холодно было, где ее сажали. Но они ее увидели, что жарко, и сняли одежду. Ну да, они же на юг движутся. О, комбез. Ничего себе. Это почти как ребенка. Ну, комбезик такой, дочка зимой. Хороший, хороший. Яна, гардероб. Дочка зимой комбез. Яна, где-то надо гардероб для китайских охваток, о котором я рассказывал, что у кого-то там ты видел. Мазис. Так, ну остальное все как обычно. Ну да, там документы. Подписано, куда. Корм рассыпался. По пакету. Комбез-классный. Робот. Пашпорт твой. Да. Что такое? Дата рождения какая у нас? Дата рождения. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Дата рождения. Кто у нас по гороскопу? Пятое и седьмое? Пятое июля. У нас у Тимы день рождения. У Тимы восьмого. Восьмого июля, нет, пятого. Алгуст, сентябрь. Октябрь. Ну, а три с хвостиком получается, правильно? Да, я вижу даже хвостик. О, кстати, сейчас момент, можно посмотреть на ее гриву. Вот, смотрите, какая она волшебная лошадка. Заводчица волшебной лошадки, вдруг она на нас смотрит? Да, вряд ли. Вряд ли. Напишите. Почему вы закрыли питомник с таким красивым именем? Мне? Который всем запоминалось. Спасибо, Зай. Да, у кого-то на бивак еще есть. На бивак у них есть в стране, а у нас нет. Ничего себе. Мы об этом можем только мечтать. Костюмчик классный. Интересно, это фирменное производство или самодельное? Посмотри, есть там герои? Да, это обычная, скорее всего. Китайская, а, Триол, смотри. А, Триол, да, это хороший фирмен. А, кстати, помнишь, нам предлагали сотрудничество? Произведено, видно. Одежку для собак. Мы же теперь можем согласиться на одежку собак. Так, а у качества тебе пошла? Я люблю одну фирму, горячо, очень люблю ее. У нее такие дорогие комбинезоны. А чья она эта фирма? Ну, российская она скупила. А чем тебе это не понравилось? Ну, это не то, Гоша, это не то качество. Ну, как это не то качество? Ну, когда ты тот комбинезон возьмешь в руки, ты поймешь. Конечно. Просто эта компания... Это хорошее на каждый день, а вот на выход лучше то. Просто эта компания предлагала нам сотрудничество по своей продукции. Ну, ладно. Это лучше, чем те, никто не шьет. И многим бы стоило закупиться одежкой у той фирмы и снять с них лекало. Скажи, на какую букву? Вдруг они нас смотрят, нам тоже захотят присылать. For my dog. My dog? For my dog. For my dog? Или for my dog. Я вообще только у них комбезы все это покупала, когда у меня китайцы были. Только у них покупала. Только у них цены такие сумасшедшие были. Хотя тоже одни из самых дорогих. Ладно, я вырежу из этого видео. Если они есть, у них группа ВКонтакте. Пошли, я вам скажу. Посмотрите. Присылайте нашим собачкам. Группу ВКонтакте вряд ли. У нас они русские. У них ничего нет, Гоша. Они, по-моему, так очень хорошо продаются. У них проблем нет с продажей. Ну, ладно. Можем и тревогу посмотреть другую. Может, у них тоже хорошее есть. Боже, и так мило китайские хохваты. При липучке. Ты когда-то говорил, что это не до собаки. А я так и считаю. Я когда-то помню с Олей, мы как-то ехали куда-то долго. Она мне объясняла, ну, чем Яне могут нравиться китайские хохваты? Я говорю, ну, они такие беззащитные. Их хочется защищать, любить. А Оля говорит, ну, разве это собака, которую надо защищать, оберегать? Собака должна быть собакой сама по себе. Коль, Оля такая придерживается тех позиций со своими модами, правильно? Ну, что собака должна быть. Класс, ну, каждому своё. Конечно, да. А это, скорее всего, скорее такая игрушка такая. Ну, как. Это детки. Детки, да. Мама, 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 мама. Чихуашки, пожалуйста. Чем тебе не собака? Ну, чихуашка собака. Собака собака, только что маленькая. Только маленькая. Чихуашка настоящая собака. Она хвост задерёт, побежит вперёд хозяина разбираться. Они все с сильным характером. А эти все ранние, как ты сказала сегодня утром, ранимые личности? С тонкой организацией, да. Вот, видите. Димаса, дай папин телефон. А? Ну, давай. Дай мне. Эй, верни папин телефон. Масяк. Мася. Давай. Спасибо. Ой, какой ты у меня послушный. Взял, поиграл и отдал. Я вот маме так и сказал, что ты у меня возьмёшь и отдашь. Поэтому я тебе доверяю. Можешь всегда брать мой телефон. Только не ломать его. Так. Давай тебе наденем, хотя ты уже вырос из неё. Да. При рождении... При рождении бы как раз в лес. Вот такое у нас утро сегодня. Яна, кофеечку? Попозже. Ну ладно, всё, пока осваивается, посмотрю, Яна дальше будет делать. Ну, что делать? Ничего Яна не будет делать. Придётся я не сидеть здесь. Не, я её сейчас в лежачок положу. Лежачок положу туда, где у нас... Привыкала к нашим звукам. Да, у нас там есть местечко. Осваивалась. Здесь у нас такое есть место. Здесь у нас по ночам ночуют чили. Кто-то ещё из маленьких. Вот, короче, туда её сейчас как раз самое то. Там сейчас никого нет, все гуляют. Она будет и от Димона отдохнёт. И здесь и игрушки есть, и лежачки. Так что и может в клетку можно ставить открытую, может в клетку зайти, если заходить. Будем наблюдать за ней здесь и периодически брать на ручки.